Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня у нас Элиху Ведер. Данных очень мало. Данные я беру из википедии. Вот то, что я смог найти. Родился 26 февраля 1836 года в Нью-Йорке, а умер в Риме, в Италии, в возрасте 86 лет, 29 января 1923 года. Национальность американец известен как рисовачий. Также занимался масляной живописью, настенной живописью. Направление реализм при Рафаэлиты. Супруг Кэролайн Розенкранс был американским символистом, живописцем, книжным иллюстратором, поэтом, родившимся в Нью-Йорке. Наиболее известен своими 55 иллюстрациями к переводу Эдварда Рубая Амара, Хайяма. Это очень роскошное издание. Книжный иллюстратор, поэт, родился в семье Дамтиста в Нью-Йорке. Вскоре семья переехала на Кубу, где прошло его детство. Вернувшись в Нью-Йорк, он начал свое художественное образование, которое продолжал в Париже. А завершил в Италии. Итальянское искусство произвело на него колоссальные впечатления, причем не только Ренессанс, но и современная Ведеру итальянская живопись. Впервые Ведер побывал в Италии в 1858 году. И вплоть до самой смерти художник будет постоянно жить в Италии, лишь изредка наведываясь в США. Вернувшись в Америку во время Гражданской войны, Ведер для того, чтобы поправить свое финансовое положение, начал заниматься иллюстрацией. В это время он подружился Уолтом Уитменом, Германом Мелвиллом и Уильям Моррисом Хантом. В конце Гражданской войны Ведер женился. Это было в 1869 году. Уехал с женой жить в Италию. У них родилось четверо детей, но, к сожалению, выжило только двое. Неоднократно художник посещал Англию, где испытывал сильное влияние прерафаэлитов. Для Тиффани изготавливал мозаики и стеклянные скульптуры. С 1906 года постоянно жил в Италии. Сначала в Риме, потом на Капре. Вот такая небольшая информация о американском художнике Эриху Ведере. Все, пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok